Всем привет, с вами Фенаргот. Сразу приношу извинения за качество, я немного болею, но я не мог выдержать. Как вы знаете, тема с правильным переводом названий фильмов и дубляжом все чаще и чаще поднимается в интернете. Никогда не скрывайте Элвиса Долмонтора в моем присутствии. Я никогда особого внимания этому не уделял, ибо старался смотреть любимые фильмы в оригинале. Бомбило меня в основном лишь из-за переведенных названий фильмов. К примеру, одним из первых таких фильмов, которые я заметил, стал «Начало», который в оригинале звучит как «Инсепшн» или «Внедрение», если дословно переводить. «Начало» же ничего общего с этим не имеет. Ну и черт с ним. Дальше был фильм «Паблик Энемис», который перевели как «Джонни Ди». Ну ладно, главным героем является Джон Джиллинджер, да и играет его Джонни Депп. Так и быть, пусть будет Джонни Ди, а не враги государства. Но когда я увидел, что новый французский фильм «Дума ту команд» могу неверно произнести, который должен переводиться как «Завтра все это начнется», называется «2 плюс 1», тем самым намекая на фильм «Неприкасаемый» 2011 года, который непонятно тоже, почему назвали «1 плюс 1», я просто сошел с ума. Блин. Ну тут уже дело не в неверном переводе, а в том, что зрители откровенно обманывают и вводят в заблуждение. Фильм так назвали, потому что главную роль играет Амар Си, он же играл в «1 плюс 1». Плюс это опять же французский фильм. Суть в том, что есть такие люди и такие присутствуют среди моих друзей, и наверняка есть среди ваших друзей, или среди тех, кто смотрит этот ролик. Кто не читает синопсис грядущих фильмов и не смотрит трейлеры, а просто идут в кино. Такие люди в итоге окажутся обманутыми, ибо они будут думать, что идут на вторую часть. Но я не стал ничего писать или говорить. Как-то я остыл, но сегодняшний пост на Пикабу меня вывел из себя на весь миллион процентов. Новую комедию с Джеки Чаном, которая в оригинале звучит как «Кунг-фу-йога», в нашем прокате назвали «Доспехи бога в поисках сокровищ». Вот это уже не идет ни в какие ворота. Тут явно идет обман и нарушение закона о рекламе. На обычных неосведомленных зрителях Централ Партнершип пытается нажиться, увеличивая продажи средничкового фильма. Даже если фильм хороший, это ничего не меняет. Дистрибьютор нагло пытается обмануть зрителя. И на самом деле все намного глубже. Многие сайты по фильмам просто-напросто из-за своей системы подбора похожих фильмов начнут советовать к просмотру данный фильм, ибо он схож по названию. И это далеко не единичный случай. К примеру, новый фильм «Рейд. Пуля в голове» вообще не имеет никакого отношения к дилогии Рейд. Касается это не только Централ Партнершип, но и других дистрибьюторов кино в России. Я считаю, что это нагло и мерзко, поэтому создал петицию на change.org, который прошу подписать всех, кто неравнодушен к данному вопросу и согласен со мной. Всем еще раз спасибо и распространите эту информацию среди друзей и знакомых. Пусть знают, что нас пытаются нагло обмануть. Пока-пока.